Сегодня в Кушку прибыла очередная советская воинская часть, завершившая службу в Афганистане в составе ограниченного контингента советских войск. Вот эта афганская дорога и привела на родину советских воинов. Она протянулась по западу Афганистана, вдоль границы с Ираном, от жарких песков пустыни Ельмент до старинной русской крепости Кушка. Трудная военная судьба выпала на долю наших солдат, вернувшихся сегодня на родину. Они служили в наиболее горячих точках соседней страны, в Кандагаре, Лоскаргахе, Герате. На протяжении всех лет афганского конфликта именно в этих местах действовали наиболее мощные группировки вооруженной оппозиции, прокладывались все новые потаенные пути для проводки караванов с оружием из Пакистана и Ирана. Вместе с афганцами всему этому препятствовали советские солдаты. Стремительные десанты, досады в песках и на горных вершинах, ежедневный, ежечасный смертельный риск. Такой была их служба. В четырем воинном части присвоено звание Героев Советского Союза. Троим из них посмертно. И вот теперь последние метры афганской земли, а впереди родина, боевой приказ которой они выполнили с честью. Государственная граница, граница между войной и миром. Без всякого преувеличения можно сказать, что встретить наших воинов собралась вся кушка. Приехали люди из разных районов Туркмении. Многие с надеждой встретить своего сына. Пусть сбудется эта надежда. Пусть не сегодня, не завтра, но пожелаем, чтобы сбылась. Каждый день, вплоть до 15 августа, будут приходить сюда войска. На торжественном митинге воинов-герой приветствовал первый секретарь ЦК Компартии Туркмении, товарищ Ниязов. Многие из пришедших сюда. Ну а затем был традиционный торжественный марш и радушная встреча за накрытыми праздничными столами. Субтитры создавал DimaTorzok